Как известно, водовая кредиты, банки идут на различные уловки, чтобы, во-первых, привлечь клиентов различными льготными условиями кредитования, а во-вторых, обеспечить исполнение обязательств должником. Мне удалось ознакомиться с одним интересным делом. Паусов Кумбанк обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с заемщика задолженности по кредитному договору. Банкам были представлены суду индивидуальные условия договора потребительского кредита. Расчет задолженности, выписка по счету, вроде бы ничего необычного. Человек взял кредит, не возвращает, банк обращается в суд. Но это обычное стало необычным при ознакомлении с материалами дела. При их изучении выяснилось, что банк указывает на заключение кредитного договора по правилам статей 432, 435 и 438 Гражданского кодекса, то есть по правилам направления оферты и принятия ее акцептом. При этом банкам не были представлены суду доказательства ни самой оферты, ни направления ее ответчику, ни принятия им этой оферты. Кроме того, также выяснилось, что банк представил суду кредитный договор, в котором отсутствовали подписи ответчика. Сам договор банк сопроводил актом об утрате оригинала договора. В других документах не соответствовали номера счетов, куда банкам были перечислены денежные средства по договору и номер счета в выписке. В договоре отсутствовали условия выпуска ответчику карты MasterCard Gold, а в выписке по счету указана сумма комиссии за выпуск и обслуживание карты в размере 5 499 рублей. Также по условиям договора деньги ответчику перечислялись на счет этой кредитной карты, а выписка со счета содержала сведения о наличной выдаче части денежных средств ответчику в кассе банка. Также было установлено еще множество несоответствий, содержащихся в документах, представленных банком. Исходя из данных обстоятельств, в суд была направлена правовая позиция в защиту прав и законных интересов заемщика, которая ставила под сомнение заключение кредитного договора между Паусов Комбанк и ответчиком и передачу заемщику денежных средств. Изучив материалы дела, представленные доказательства и возражения, суд отказал Паусов Комбанк в его исковых требованиях. Отказывая банку в удовлетворении заявленных требований, суд в своем решении указал следующее. Из представленных суду документов не следует ни о наличии договорных отношений между ответчиком и банком, ни о наличии у него задолженности. А поскольку представленные суду документы содержат множество несоответствий как действующему законодательству, так и обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении. А именно, что согласно акту об утрате документов, представителям ИСЦА установлено, что при плановой подаче документов в суд была установлена утрата кредитного договора. Указанное обстоятельство вызывает обоснованные сомнения, поскольку на основании чего представитель ИСЦА принял решение об обращении в суд с исковым заявлением. Кроме того, факт, якобы имевший место утраты кредитного договора и приложений к нему, а также непредоставление суду оригиналов или надлежащим образом заверенных копий указанных документов, свидетельствует об отсутствии каких-либо договорных отношений между заемщиком и банком. Представленный суду документ индивидуальные условия договора потребительского кредита является ненадлежащим доказательством, поскольку не содержит подписи ответчика, либо иным образом не подтверждает подписанные или принятые условиями договора. Представленный суду документ индивидуальные условия договора потребительского кредита является ненадлежащим доказательством, поскольку не содержит подписи ответчика, либо иным образом не подтверждает подписание или принятие им условий договора. Предоставленный суду расчет задолженности не может являться надлежащим доказательством в силу того, что отсутствует подписанный ответчиком кредитный договор, в котором бы указывались санкции за допущенные нарушения условий такого договора по возврату задолженности. Предоставленные суду копии расчета кредитной задолженности и выписки со счета также являются недопустимыми доказательствами, поскольку указанные копии документов не имеют печати соответствующего подразделения банка, тогда как остальные документы имеют печать для документов. Также выписка по счету подписана представителем ИСЦА с указанием должности бухгалтер-операционист, тогда как он является специалистом юридической службы банка. Как следует из выписки по счету, ответчику была выдана наличными денежная сумма со счета корреспондента, московский филиал ПАО «Совкомбанк», тогда как согласно индивидуальным условиям денежные средства должны были быть зачислены на карточный счет для безналичного использования. Как следует из выписки по счету, ответчику предоставлен кредит путем его зачисления на депозитный счет, при этом номер депозитного счета зачисления денежных средств не указан. Как следует из выписки по счету, с ответчика удержана сумма комиссии в размере 5 499 рублей за выпуск и обслуживание карты MasterCard Gold. При этом индивидуальные условия не содержат какой-либо информации, подтверждающей как выдачу ответчику данной карты, так и возможность удержания комиссии за ее выпуск или выдачу. Кроме того, факт выпуска и выдачи банковской карты подтверждается соответствующими документами, как входящими в общий пакет документов о предоставляемом кредите, так и документами, передаваемыми эквайеру в целях дальнейшей идентификации держателя карты. Согласно выписке, ответчику предоставлена сумма кредита путем зачисления на счет, тогда как счет, открытый на его имя, согласно индивидуальным условиям договора и самой выписки, имеет определенный номер. Таким образом, сама выписка и указанные в ней данные не могут являться достаточными для вывода суда о том, что денежные средства были перечислены именно ответчику, поскольку суду не представлен такой документ, который бы подтверждал его осведомленность об открытии счета на его имя, номере счета, на который были перечислены денежные средства, а также подтвержден факт получения им денежных сумм в виде наличных денежных средств. Данные обстоятельства прямо свидетельствуют об отсутствии у истца Паусу в Комбанк оснований для предъявления каких-либо требований к заемщику о якобы заключенном кредитном договоре, передаче ему денежных средств и нарушении ему условий кредитного договора. Таким образом, истцом Паусу в Комбанк не предоставлено допустимых доказательств наличия между сторонами спорных правоотношений по исполнению обязательств в рамках кредитного договора. Достижение сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, факта перечисления ответчику кредитных денежных средств, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется. С момента принятия решения судом прошло уже более двух месяцев и банк не стал обжаловать данное решение. Вот тут и возникает вопрос о доверии, о котором говорят уважаемые Константин Хабенский и Сергей Безруков в рекламе Совкомбанка.